В столице Верхневолжья прошла экскурсия по реставрационным мастерским. Своими секретами в искусстве и восстановлении утерянных образов с тверичанами делились специалисты областной картины галереи. Какие новые работы в ближайшее время появятся в экспозиции музея и как именно их реставрируют, узнала Мария Шалованова. Реставрация картин подобна хирургии в медицине. Здесь важно всё. Диагностика заболевания, классификация и опыт хирурга, проверенные препараты и современное оборудование. Также и в реставрации. От правильности оценки текущей ситуации и от того, кто и как будет восстанавливать работу, напрямую зависит, какой будет результат. И эти важные факторы распространяются и на иконы. Ведь раньше их писали для визуализации веры в церквях и храмах и о том, чтобы заботиться о их состоянии, никто и не думал. Икона подвергалась многим вредным для себя воздействиям. А храмы не отапливались, от этого страдала деревянная основа, незащищённая ни от пожаров, ни от влаги повышенной, ни от морозов. Дерево очень чувствительное к этим факторам. И свечи, которые присутствуют в храме, это же тоже температура повышенная. Очень часто мы встречаем ожоги и ранения именно термические. Это лишь некоторые причины, которые способствовали разрушению полотен. Достаточно частыми явлениями были и механические повреждения, которыми иконописцы пытались спасти свои творения. Для этого они использовали пемзы и грубые железные скобки. Происходили не просто частичные особи, а большие масштабные обрушения красочного слоя, утраты. Иногда дописывали поверх разрушенной композиции, делая грубое выравнивание на месте утраты. Дописывали в новой манере, новыми красками, современным иконописцам, не обращая внимания на стилистические особенности оригинала. Или если изображение было утрачено очень сильно, то переливкашивалась поверх изображения вся доска. Современные способы реставрации разительно отличаются от того, что с иконами и другими видами живописи происходило в средневековых мастерских. Теперь над каждым сантиметром специалисты трудятся месяцами, чтобы созданные многие века назад полотна вновь обрели красоту и яркость. Наша съемочная группа застала реставраторов за восстановлением нового приобретения галереи работы знаменитого голландского художника Мельхиора Хандекутера. В заботливые руки мастеров картина попала уже в плачевном состоянии. Вот эти вот полосы, это изломы. Холста и красочного слоя, она была вот сложена несколько раз. И реставраторы ее укрепили, удалили вот эти изломы, укрепили красочный слой, потому что вот эта краска, красочный слой, он насыпался. И сдублировали ее на холст, потому что старый холст стал ветхим, жестким, перестал держать вот этот красочный слой и грунт. Чтобы посетители смогли увидеть ее в первоначальном виде, реставраторы будут трудиться еще не один год. Первая выставка работы голландца запланирована на 2022 год. Ну а пока жители и гости города могут увидеть все этапы реставрационных работ на выставке. Специалисты сами рассказывают о своем искусстве, о восстановлении ценных, но хрупких полотен. Узнать все тайны мастеров можно каждую последнюю пятницу месяца.